Добрый день, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в среду. Сегодняшняя торговая сессия примечательна тем, что в Британии сегодня будет распущен парламент. Распущен он будет, так как 12 декабря запланированы выборы, 13 декабря весь мир узнает результаты. Для трейдера это означает то, что в первую очередь ситуация нестабильная, и любая неопределенность, будь то политическая, либо экономическая, она ведет к ослаблению курса национальной валюты. По британскому фунту сейчас я также жду коррекцию вниз, ослабление. На дневном графике, если посмотреть, то мы с вами видим графический паттерн двойная вершина, который имеет ключевой уровень 1.28. Помимо того, что этот уровень является техническим для поддержания уровня двойной вершины, он еще является круглым, то есть психологическим. Поэтому при пробое этой уровня 1.28, я думаю, что движение вниз будет достаточно значительное. Я думаю, мы можем с вами увидеть такие уровни, как 1.26, либо 1.25.5. На этом фоне, если мы перейдем к самой популярной валютной паре, евро-доллар, на дневном графике опять-таки мы увидим двойную вершину. Сейчас цена подошла как раз-таки к линии поддержки, к линии сопротивления. И мы, опять-таки, я считаю, что здесь движение вниз продолжится. И потенциал к падению здесь тоже достаточно значительный. На мой взгляд, что вот сам уровень это 1.10.70, цель это 1.109.109.5. По евро-доллару и по фунт-доллару стоит ожидать снижения, но по фунт-доллару это связано с политической ситуацией. По евро-доллару это исключительно техническая картина. Вчера на открытии американской сессии мы увидели коррекцию по индексу S&P 500. Коррекция связана с тем, что США и Китай перед подписанием первой фазы, как уже известно, подписание состоится в штате Айова, не могут договориться, точнее Китай наращивать свое давление о том, чтобы США более четко обозначили свои обязательства, как они будут снижать тарифы, как это будет происходить пропорционально, потому что Китай предъявляет достаточно четкие требования, но со стороны США пока никакого ответа нет. Поэтому это опять определенная такая неопределенность, и посмотрим, что на это ответит Трамп. Но мой прогноз остается таким же. Я все-таки жду на индексе S&P 500 дальнейшего роста, хоть и с коррекцией до уровня 3180-3200. Но вам хочу пожелать успешной торговли. Всего наилучшего!